Здравствуйте, меня зовут Сомова Юлия, я психолог пространства общения и сегодня мы с вами поговорим про детские площадки. Часто у родителей это место вызывает особую тревогу и волнение, потому что страшно не только того, как ребенок будет взаимодействовать с другими детьми, но и то, как родитель будет взаимодействовать с другими родителями. Поэтому первое, что я бы хотела предложить, это ходить не одному. Несколько лет назад был такой замечательный проект, когда несколько семей брали детей с особенностями развития, собирались в группы по 4-5 семей и ехали гулять на какую-нибудь детскую площадку, устраивали там какие-то массовые народные игры или какое-то общее взаимодействие и постепенно дети и другие взрослые на детской площадке включались в этот общий процесс. И тогда создавалось естественным образом какое-то пространство для общения, для разговоров, для каких-то вопросов и можно было получить удовольствие не только детям, но и взрослым. Это какая-то возможность рассказать о том, что можно точно также играть и общаться с людьми, независимо от того, какие у них есть ли у них какие-то особенности или нет. Если у вас нет под рукой знакомых семей с детьми с особенностями развития, то вы можете взять любого знакомого вам человека, свою подругу или кого-то из родственников, с кем вам комфортно идти и гулять. И таким образом вы дадите возможность своему ребенку погулять на площадке, пообщаться с другими детьми, а вы будете избавлены от необходимости взаимодействия с другими родителями. Кроме того, если вы слушаете аудиокниги или музыку в наушниках, то это тоже хороший способ избежать общения с другими людьми, если вам оно доставляет очень большой дискомфорт. Часто у родителей особую сложность вызывает тот момент, когда незнакомые люди подходят на детской площадке и начинают задавать какие-то вопросы о состоянии ребенка, почему он не говорит, или начинают рекомендовать какого-то конкретного специалиста. Здесь важно помнить, что вы совершенно не обязаны говорить о том, какой у ребенка диагноз и что вы делаете, какую реабилитацию вы проходите, и что вы работаете со всеми специалистами, до которых можете дотянуться. Важно рассматривать эту инициативу как попытку общения с вами и проявления интереса. Нас никто нигде не учит, как нужно правильно общаться и как, может быть, это делать легче, и поэтому часто эти попытки общения выглядят достаточно неловкими и, может быть, некорректными. Мне кажется, здесь будет полезно подумать о том, что плохих людей на свете не так много, и хороших гораздо больше. Здесь есть несколько вариантов реагировать на такие вопросы. Вы можете придумать в спокойной обстановке любые ответы на вот такие неудобные вопросы, не обозначая диагноз ребенка, не оправдываясь и не испытывая по этому поводу какого-либо смущения. Потому что все эти вопросы — это попытка проявления интереса к вам. Вы можете попробовать привлечь человека к взаимодействию и спросить его, да, вот он сейчас не может еще пристать плакать, может быть, у вас есть какие-то идеи, как его успокоить. Чаще подходят невзрослые говорить, предлагать какое-то общение. Часто дети, они легче идут на контакт с детьми и со взрослыми, и часто дети другие подходят и спрашивают взрослых, а что с вашим ребенком, почему он не говорит или почему он плачет. И тогда вы можете сказать, да, вот у меня не получилось его утешить, может быть, у тебя есть какие-то идеи, как это можно сделать. Может быть, ты хочешь как-то с ним поиграть или что-то ты хочешь у него спросить. Есть замечательный мультик про Диму на детской площадке, и мы под этим видео разместим ссылочку. Представьте, что вы едете в метро или в общественном транспорте и видите какого-то человека с особенностями развития или маму с ребенком. Вы совершенно точно не станете каким-то образом подходить и говорить, да, я к вам хорошо отношусь, здорово, что вы здесь сидите в метро и так далее. Точно так же и люди, когда... Но это не значит, что вы к ним плохо относитесь. Точно так же и люди, когда хотят с вами пообщаться, и несмотря на то, что они хорошо настроены по отношению к вам, они могут не знать, как это проявить. И тогда простой улыбки достаточно для начала контакта. Попробуйте поставить себя до места другого человека, который хотел бы с вами пообщаться и дать ему некоторую фору своему партнеру по общению. Не проявлять сразу какую-то... Не вставать сразу в защитную позицию, не думать о том, что он хочет вас в чем-то упрекнуть. Так же, как все площадки можно разделить по разным возрастам и по степени безопасности, приспособленности для детей разного возраста и с разными возможностями, точно так же и эти детские площадки можно разделить по разной степени субъективной сложности. И тут, наверное, самые сложные площадки будут, площадки возле дома, где очень много взаимодействия с людьми, с которыми вы постоянно пересекаетесь. Это соседи, или это родители из детского сада. И если что-то случится, вы сможете... Вы вынуждены встречаться с этими людьми снова и снова. И это может добавлять какой-то дискомфорт в том, чтобы пойти и погулять вот на вот эту конкретную детскую площадку рядом с домом. Но есть площадки в парках, где много детей и достаточно живо устроен весь процесс взаимодействия с детьми. Там очень много возможностей выбрать среди разных партнеров общения. Если какой-то один ребенок отказался играть, то обязательно найдется кто-то другой, может быть, младший или старший по возрасту, с кем можно повзаимодействовать. Там родители обычно не знакомы друг с другом и не настроены общаться между собой, часто воспринимают то, что дети играют самостоятельно, как возможность для своего отдыха и возможность просто посидеть на солнышке на лавочке. В заключении я бы хотела воспользоваться метафорой коллеги и сказать о том, что общение — это некоторый танец. И если не воспринимать каждую попытку общения как нападение, а как подумать о том, что это какие-то неловкие движения, то тогда есть больше вероятности в том, что этот танец сложится у вас обоих, и вы сможете давать друг другу некоторую фору вашему партнеру по общению, и, возможно, вы найдете себе новых друзей.